История христианства История христианства История христианства История христианства 24. Иоанна Ивана 4. 24. 4 глава 24 стих. Помните беседа Иисуса с Самарянкой у колодца? Иисус дал очень важное откровение такое Нового Завета. Он сказал, что Бог есть Дух. И поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и в Истине. И написано, таких поклонников Отец себе ищет. Кстати, во многих переводах на разные языки мира, на украинском это тоже так звучит, как именно Отец ищет себе, не просто ищет, а Отец жаждет таких поклонников увидеть на этой земле. Жажда. У колодца Иисус жаждал. Самарянка пришла тоже из-за жажды попить. И это было очень актуально. Вообще там такая жара. Я вам скажу, что один раз я был в Израиле, и я понял, что такое жара. Был в пустыне, тоже нас возили там бегом в гостиницу с кондиционером, бегом в автобус с кондиционером. А в те времена люди ходили, и обезвоживание очень быстро наступает. Там сразу, прям чуть ли не в аэропорту уже, инструкция такая, одна из первых инструкций, да, туристы все время с собой будучи с водой. И время от времени там думаешь, не думаешь об этом, раз, глоточек делаешь, глоточек делаешь. Потому что обезвоживание очень быстро наступает. И первый симптом, головная боль, человек не поймется, в чем дело. А там в Израиле сразу знают, нужно сделать глоточек второй воды чистой. И все. В гостиницу приходишь, куда угодно приходишь в гости, везде предлагают тебе чистую воду, просто воду. И ты понимаешь, что это все-таки дар Божий на самом деле, вода. Я раньше так не уважал воду, не ценил, как там ее зауважал на самом деле. Потому что ты уже понимаешь, что лучше всего вообще, просто воду попить вообще. И оказывается, у Бога тоже есть жажда, жажда именно увидеть Бога поклонения на земле. Жажда увидеть поклонников настоящих на земле. И знаете, это очень ценно. И вот, но это приговор, как бы, эти слова Иисуса, как приговор звучат, для фетишистов, для идолопоклонников, потому что это нечестие. И еще, друзья, братья и сестры, идолопоклонство в Библии написано, не только оно убивает самого идолопоклонника, его душу, да, а очень страшно влияет на, как бы, генофонд народа Божьего, да, потому что до третьего, четвертого рода написано, не надыдящих меня. То есть, в Библии говорится, в 20 главе книги Исход, заповеди Божьи, говорится, что до третьего, четвертого рода, это проблема, она может убивать души. Но, опять-таки, и еврейские, и христианские толкователи, допустим, Маше Рамбам, значит, Маймонид, значит, это в еврейских толкованиях, в христианских толкованиях, это очень много разных теологов, известных, того же самого, Чарльз Педжин, король проповедников, другие многие проповедники, говорили и говорят, что не на всех автоматически этот грех распространяется и убивает души, а тех, кто идет по стопам отцов своих в этом заблуждении. И в Ветхозаветные времена, и в Новозаветные времена люди верили и верят в то, что покаяние снимает это нечестие с души человека, когда человек кается и не идет по стопам отцов в этом заблуждении. И, тем более, в Новозаветные времена мы знаем, что до тысячи родов благоставения Бог распространяет, и во Христе Иисусе у нас есть новый генофон, да, во Христе Иисусе есть новое творение. Человек, он получает ум Христов, сердце Христово, и эти проклятия уже не распространяются на его душу, уже слава Богу. И, тем более, мы призываем кровь Иисуса Христа, расправляемся с этими бесами, родовыми бесами, которые просто-напросто контролировали, может быть, семью, допустим, в этом идлопоклонстве. Но, почему именно идлопоклонство является еще таким страшным грехом? Мы знаем, что из Нового Завета и Сниги Откровений знаем, что идолослужители и всех лжецов участь в озере горящим огнем и серую. Написано, это смерть вторая. Представляете? Казалось бы, безобидны, может быть, даже для многих христиан вещи, а реальность такова, что эти вещи уводят людей в ад. Не только на земле здесь человек закрывается от благодати Бога, да, от спасения, да, не только здесь он себя и своих внуков, правнуков обкрадывает, а в вечности его участи не позавидуешь тогда. Если он не раскается в своих преступлениях и в своих деяниях злых и будет идти по стопам отцов в этом заблуждении, то участь в озере горящим огнем и серую, это смерть вторая. И в Новом Завете таким образом, да, эта проблема, она по-новому освещается. Если Ветхий Завет больше акцентировал внимание людей на проблемах, которые вот здесь на земле происходят, да, то Новый Завет уже открывает нам страшную картину будущей жизни и будущей смерти, второй смерти уже, не дай Боже. Вот, я говорю, что чисто по-человечески можно сквозь пальцы посмотреть на все и сказать, ну, ну, как бы, оно, проблем уже много столетий, и, как бы, ну, все-таки, там, ну, подумаешь, там, бабушка-то, она просто икона целует себе, значит, она все-таки аж в Бога верит как-то, вот, терпится, слюбится, Бог-то все видит, но по-человечески все можно простить вообще по-большому счету, любой грех можно как бы снизойти так вот, но, но здесь то вот в чем проблема, что за этими вещами реально дьявол, следы, бесы его стоят и держат на крючке очень многие души, миллионы, миллионы душ. И, знаете, вот мое прозрение было очень сложным таким прозрением в этом отношении. Я, как бывший традиционный православный священник, я тоже был просто-напросто по уши в этом всем и в макушку буквально, значит, и в целованиях икон, и в других формах идлопоклонства, мощи целовал, там прочее. И, когда Господь открылся мне, читая Библию, Божье Слово, я многие вещи пересмыслил в своей жизни в 96-м году. Мне было не по себе от того, что я просто осознал, что во многих вещах, о которых я думал раньше, что я служил Богу, я служил дьяволу. Не понимаю этого даже совершенно. Представляете? И, поэтому я не смог оставаться в системе, в традиционном православии, я потом объяснил своему начальству, что я ухожу без всякого скандала, без всяких там этих огорчений. То есть, у меня не было никаких проблем финансовых, обид каких-то, ничего абсолютно. Все было нормально, внешне все было хорошо. Но внутри была пустота эта, которая просто, читая Божье Слово, Библию, я просто увидел, откуда это все. Откуда у меня вот внутри вот эта просто, на самом деле, просто какая-то пустая пустота огромнейшая, потому что нет Христа внутри. Христос, он должен быть, на самом деле, всем. Он бездна нашего духа, до души призывает бездну Божьей милосердия. Бездна бездну призывает. Подобное может быть довольно только лишь подобным, да? Значит, Адам, он только лишь с Евой мог быть счастливым мужем, да? Не с обезьяны, слава Богу, наша мама там не шимпанзе, не орангутан какой-то, значит, наша мама Ева, я бы уверен, она была красавицей, хорошей женщиной была. значит, знаете ли, и Бог создал нас такими, мы созданы по образу подобной Бога, поэтому мы никогда не сможем вот именно удовлетворенеть полностью, пока мы живого, настоящего Бога, создавшего нас, мы не найдем, не встретимся с Ним и не переживем Его в своей жизни. А когда это происходит, тогда уже тебе все уже, тогда вот есть внутреннее довольство, поиск дальнейший есть, конечно, но ты знаешь, куда идешь, ты знаешь, в кого уверовал, ты знаешь, какая жизнь впереди, что впереди, потому что Бог открывает нам Духом Своим Святым, все это, слава Иисусу. Друзья, братья, сестры, проблемы идолопоклонства, я буду говорить об этом, и завтра я еще расскажу много интересных вещей об этом, но давайте запишем еще дальше, мы записали многопожие идолопоклонства, давайте запишем еще пару проблем этого периода времени, что в этом времени страшного такого произошло, что повлияло на всю остальную историю христианства, остальную. Антисемитизм, антисемитизм, кстати, с этого можно было даже начать, потому что это мы третьим записали, но по совести говорят, оно было первым, потому что раньше всего проблема пришла. Антисемитизм, антисемитизмом называют ненависть еврейскому народу, и все, что с этим связано, с антисемитизм, антисемитизм это против евреев, против евреев, против еврейского народа, это ненависть к еврейскому народу, вражда против еврейского народа, это называют вообще, ну, общепринятое название антисемитизмом. Вы скажете, как так в церкви антисемитизм? Ну, как так? Ведь Иисус Христос вражду убил на кресте, Иисус Христос пригвоздил всякую межнациональную, в том числе рознь, вражду на кресте. К Христу Иисуса Христа была пригвождена вся эта неправда. Но, как такое могло быть, что в христианство пришел антисемитизм? Здесь в двух словах так не объяснишь это всего. Но наш антисемитизм, православный антисемитизм, чаще всего это невежество просто. Реально невежество. Потому что очень многим православным христианам, даже священникам, трудно вместить то, что Иисус еврей. То, что Мария, Матерь Иисуса Христа, еврейка. То, что апостол еврей. Помню, разговаривал с группой женщин православных о том, о сем. И я возьми да и скажи, что Иисус там как еврей. Какой еврей? Он же русский был. Он же, да, русский. Ну, украинец на всякий случай. Но не еврей. Да, я там рассказал чуть ли не от Адама. Как все это происходило. Откуда корни Иисуса земные-то. И откуда Матерь Иисуса. Одна из этих женщин была так расстроена. Она всю жизнь промолилась еврейке. Оказывается, на старость лет узнала только. Всю жизнь ненавидела евреев. Такая, потом такая, антисемитка такая была еще та. Почему они Библию не читают? Да вот, большинство православных, к сожалению, Библию не читают. Даже священники, к сожалению, чего греха таить. Далеко не все Библии читают. Далеко не все. Нет, хотя формально читают, конечно же, священники, по крайней мере, читают. Потому что, ну, это на старостовянском языке и во время служений. В принципе, каждый день какие-то служения и какие-то чтения из Писания есть. Но это на старостовянском мертвом языке, который непонятен священникам. А он никому не к сердцу. Этот язык, ну, может быть, в душе, где-то, знаете, на эмоциональной стороне он повлияет. Знаешь, красиво, когда там протидиакон выходит так. Вовремя оно, язык Иисус Верусалим, там все. Вот это, да, мурашки, да, на счет, по коже бегают. Но не от мурашек веры. Знаете ли, да, значит, и не от просто от красивого голоса веры. От чего веры? От веры от слышимого Слова Божьего. Когда человек, на самом деле, он слышит Слово Господнее, и понимает, что это к нему Бог говорит, и понимает, что Бог от него хочет, вот это меняет жизнь человека уже. Вот это веру настоящую, Божью, уже всели от него. А вот все остальное, это подделки такие. Как с гуся, если вода скатывается. Да. Так, мы тоже, ну, мы когда в эмоциональном центре были, и случайно рассказывал, он, будучи в библейской школе, с братьями зашли в православный храм, и подходят там, ну, к служительнице в церковь, и говорят, извините, а можно узнать, какая главная заповедь в Библии? Ага. И служительница. Возлюбив Господа Бога и матери его. Братья, где это написано? И матери его, да? Да, она начала, говорит, кричать, сектанты, а ну, пошли отсюда. Она говорит, возлюбив Господа Бога и мать его, и мать его. По матери, да, так вот, все. Ну да, конечно, да, значит, от невежества. Кстати, вот был такой Сергей Сергеевич Аверинцев, покойный уже академик, он проводил опросы, значит, православных христиан, тогда еще и Ленинград был, и Москва. Дел опросы, значит, что такое Троица, как это объяснять людям? Среди прихожанка, то есть, возле храма, выходящие из храма люди, и опрашивали людей. Там были те, которые уже постоянно, каждое воскресенье в храме, и были те, которые так, изредка приходят в храм. Короче, большинство, там не помню точно, процентов 70, даже больше, по-моему, ответило, что Троица, это Иисус Христос, Матерь Божья и Николай Угодник. Потом, другая часть ответила, что это, ну, почти то же самое, что Матерь Божья, Иисус Христос и, значит, по-моему, Иван Креститель. Это религиозные люди назвали. Я тоже раньше думал, что есть икона, Святая Троица, я думал, вот там три изображения, три человека, я думал, это вот они. Вот, вот, и очень многие, на самом деле, а почему так, только очень немногие люди, как бы, отвечали, ну, грамотно, что все-таки Отец, Сын, Дух Святой, там, особенно те, кто часто в храм ходят, они слышат там славу Отцу и Сыну, 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 Духу, то есть, как бы, и на непристотом, и они, как бы, это на слуху постоянно, так вот. И сами в молитвословах читают это часто, и, как бы, поэтому уже там есть красивые молитвы такие, там, упование мой Отец, прибежище мой Сын, покров мой Дух Святой, там, Троица, Святая Слава Тебе, там, другие молитвы, красивые такие молитвы, которые читают люди и которые, ну, как бы, назидают их, дают им какое-то откровение Боге. Но, на самом-то деле, большинство людей, к сожалению, вообще не просвещены. Да и священники, честно говоря, вот, по большому счету, я вот знал много священников, но вот те, кто изучает Писание, я встречал, ну, реально единицы. Из десятков, сотен даже, сотен, без всякого привлечения, потому что, как чтец, панамарь, как алтарник, я даже хором руководил, в Орловской, потом в Московской области, я знал много очень священников разных. Потом, как священник уже сам, в Рязани служил, в Рязанской области, потом в Брянской области, то есть, вот, четыре епархии, четыре области, где более-менее знаю ситуацию неплохо. Там очень много священников. И лишь единицы могу назвать те, которые Библию читали. Именно читали, вразумлялись, как бы, притом, один из них, из этих священников, он сказал такую вещь, мне-то интересно было, почему он, ну, читает он, я понимал, что это, как бы, это не просто, а с семинарской скамьи, это откуда-то, с другого места. И интересно, и он сказал, что вначале стал читать Библию на злой тещи. Просто на злой тещи. Потому что у нее теща методистка, с методистской церкви московской. И она его методично, как бы, обрабатывала. Значит, ну, она просто приходила, и, там, ну, в гости, там, и всякие вопросы задавала их. А у него нет ответов. А ему, сынок, вроде, батюшке нет ответов. Он вначале читал Библию, так вот искал ответы в ней, против тещи, как бы, ответ, наш ответ Чеберлену, как бы, наш ответ тещи. Значит, и, так вот, а потом, мало-помалу, уже не стал просто ради ответов на вопросы искать, перелистать Библию. А стал уже читать, уже, на добро, уже, как бы, знаете, для себя, для души. И потом, вот, я так понял, пережил встречу именно с автором Библии. Потому что он, ну, очень изменился человек, на самом деле, вот, реально изменился. Как вот Михаил Боярский-то, вот этот артист, российский-то. Там, вот, он сейчас, вроде, за ум взялся, значит, там, и, как-то, к Богу так потянулся. И один из артистов его театра сказал, что Миша, мне, говорит, жизнь спас вообще, говорит. А ему спрашивают репортеры, как же он вам жизнь спас. А у меня была, там, такая депрессия, такая, и все, уже, как бы, хотел с собой свести счеты, с жизнью. И взял, и открылся Михаил, говорит, я, сказал, что так, так, Миша, я, говорит, у меня, вообще, уже, било сверху на копеечку. И, значит, вот, такая ситуация. А он стал мне, говорит, говорит, слушай, Бог дал жизнь, и, как бы, ты не думай так распоряжаться жизнью своей. И, говорит, читай Библию, Евангелие возьми, Новый Завет, говорит, и хотя бы по одной главе в день читай. И потом поговорим с тобой. И он, говорит, я стал читать, вначале просто так читать, ради того, чтобы Михаил сказал, я стал читать. Потом прошло месяц-два-три, и я понял, что, оказывается-то, жизнь, она другая вообще есть, параллельная, другая жизнь совсем, которую я уже не знаю. И, что Бог есть, и это все не сказки, и не папы придумали. Короче, через несколько месяцев они опять с Михаилом стали разговаривать, и говорят, что, знаешь, у меня появился стимул жизни вообще, у меня любовь к жизни появилась вообще. И вот все эти проблемы стали отходить. То есть, это очень хороший совет такой, слава Богу. Божье слово, когда человек вникает в него, оно оживотворяет его. Кстати, одна из проверок, почему мы верим, что эти книги, и они есть именно Божье слово, да, их можно исторически доказать, что да, это от апостолов с тех времен идет, да. Но одно из подтверждений правдивости этих слов, что они Божьи слова именно, да, что они меняют жизнь человека. Другие слова, других книг, даже самые хорошие, да, они не поменяют тебя так, как поменяют тебе Божье слово. И реально, когда это слово становится рэмой в тебе, ты понимаешь, что это Бог тебе сказал, и все, это уже тебе, как говорится, хоть кол на голове чеши. Да, пожалуйста. Ну, вот тут интересно, а как же в православном семинаре там не учат Писание? К сожалению, мало учат Писанию, мало времени реально отводится. Ну, в Ленинграде тогда больше времени, насколько я понимаю, отводилось, а в Москве, в Загорске тогдашнем, очень мало времени отводилось, во-первых. Во-вторых, Писание, если изучалось, то изучалось больше, как слово человеческое, честно говоря, не слово Божье, как историческое слово. Даже, насколько я мало посещал этих лекций, честно говоря, хотя и в Ленинграде тоже удавалось мне посещать подобные лекции. Священная история называется Ветховый Новый Заветов, она была в программе семинария, обязательной тоже, там прочитка Библии должна быть тоже, в принципе-то. То есть, как бы, ну, есть хорошая тема, но как она подавалась, эта тема? Неправильно подавалась, совершенно неправильно. Я сейчас понимаю, что неправильно, потому что чудеса толковались, знаете, как вот, что, допустим, Моисей, он был научен мудрости египетской написано, и вот он, значит, он знал времена приливов, отливов, рассчитал правильный исход, чтобы подойти во время, как раз, именно отлива, и вода сошла, и они, как бы, в брод перешли. Ну, и, как бы, ну, литературное преувеличение, что якобы по суше прошли они, вот, а на самом деле они в брод. А когда прошли египтяне, они, значит, потонули там. А, да, это что такое, чтобы Месси рассчитал. Да, да, да. А египтяне, мол, такие дураки были, что они не рассчитали. Да, 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 коса там, и за волоса там. Там, ой, ой, там такое наговорят. Вот, ну, опять-таки, это и удивительно, да, что прошли по суше, значит, ну, прошли, хорошо в брод прошли, но если это мелководье было, и если там, значит, ветер дул, значит, если там было не так глубоко, как могла целая армия там утонуть вообще? Египтяне-то что они, дураки, что ли вообще? Что, команда всем лечь, да, не захлебнуться все. Такое массовое самоубийство, такой египетский солдат. Ну, ну, бред какой-то просто, ну, в принципе, это, как бы, многое, я думал, тогда думал, я объяснял, как бы, и многие другие вещи, там, допустим, перепеловка, намело им, там, невидимо вообще много всего, мясо, что из ноздрей уже, как говорится, по горло сыт уже был человек уже, все. Вот, то же самое, мол, там, до сих пор бывает такое, птицепат, там, лягушки, да, змеепат, там, отпад, и вот, значит, их, там, завихрень какая-то, значит, и все, и манна, это тоже, мол, до сих пор, мол, бедуины, там, собирают эту манну, там, значит, там, на хлеб мажут. Ну, опять-таки, ну, и верилось в это все, и не верилось, но чудеса Иисуса, правда, да, вот, вот, единственное, что мне нравилось, что чудеса Иисуса описывали именно, рассказывали именно, ну, как чудеса, то есть, вот, ну, я не помню, чтобы чудеса Иисуса объяснялись как-то так вот рационально, вот, именно говорил, ну, опять-таки, Иисус, это как бы Иисус, это, как бы, это отдельные истории, как бы, и, ну, ее мало касается, а вот, вот, остальные чудеса, что я слышал, объяснялись в Загорске, по крайней мере, вот они вот так объяснялись, но, даже не в том дело, дело не в объяснениях дело в самом преднебрежительном отношении к Слову Божьему потому что даже не то чтобы семинаристы семинаристы это еще полбеды даже те, кто академию уже заканчивали уже последний класс академии был то есть они не только семинары закончили они уже академию заканчивали последний класс был у них все, выпускной но, знаете ли, что заканчивая академию 8 лет почти, проучившись эти братья, если я с ними общался не знали когда я начал говорить что-то, допустим не знали, где ветхий, где Новый Завет и полностью плавали в писаниях полностью я в Киеве однажды познакомился с одним братом очень интересный брат такой он тогда заканчивал тоже академию Киевскую Духовную Академию и мы с ним в метро познакомились случайно я читал книгу у меня была Александр меня отвечает на вопросы или отец Александр отвечает на вопросы, не помню там такая зеленая книжечка там вопросы, ответы Александру Меню и он спросил, откуда вы читаете такую книгу мне она очень нравится тоже и вот так слово за слово познакомились пообщались, оказывается он даже снимает квартиру недалеко от меня так вот от метро прогулялись, пообщались очень интересно интересный брат оказывается он Библию читает это было видно сразу, что другой человек совсем и потом по ходу разговора я узнаю оказывается до семинарии, до академии до того, как он пришел приехал в Киев учиться по православной линии он покаял субаптистов у себя там в городе я не помню, Винница что ли ну провинция по-моему Винница покаял субаптистов молодым человеком и прошел даже у них курс ну для новообращенных я так понимаю какой-то курс прошел Библию ему подарили он читал Библию тоже там но он хотел идти в баптистскую семинарию даже учиться но потом под нажимом родственников он подал заявление в православную семинарию потому что вся родня православная все взбунтовались и он как бы пошел у них на поводу как бы получается и закончил семинарию в Киеве потом академию заканчивал уже и он рассказывал мне брат что ты надо же вот я ему говорю а мне было интересно что-то изменилось за эти годы в этом отношении может быть ну как бы все-таки сейчас много новых семинарий тогда на весь союз было только лишь 3 семинария на весь союз и 2 академии все Ленинград Москва Одесса все больше не было других семинарий и на весь союз огромный а сейчас их десятки может сотни не знаю сколько этих семинарий разных академий семинарий школы в каждой епархии в каждой области что-то есть думаю ну и наверное что-то изменилось в лучшую сторону все-таки но хотелось надеяться И я спрашивал этого брата, вот, он говорит, то же самое, то же самое, система. Вот, заканчивая там уже академию, вот, если там какие-то братья, там, ну, будущие священники, или уже действующие священники, там, приносят там в класс, допустим, там, какую-то порнушку, там, значит, там, ой, это крутое, там, наркотики покурить, там, легкие, там, вот, значит, в перемене, ой, это, значит, хороший брат такой. А если, значит, а если там, а я, если Библию приношу, пару раз приносил на урок, о, все, богомол, все, все. Духовная академия. Духовная академия. Это не семинария даже, это академия. То есть, это будущие, не просто священники сельские, это завтрашние благочинные, там, некоторые епископы. И это считается, что, значит, если люди Библию приносят на урок, у него с собой в портфеле все время, Библия была первые эти месяцы, занятия в академии, все, уже худая молва пошла по академии. Вот богомол, как-то еще назвали его, еще там, святоша, по-моему, как-то еще, это в академии. Вот, и все, я перестал носить, говорю. И я говорю, а как писание изучается в академии, мне интересно было. Он говорит, вот, дежурная раздает, там, на парты раскладывает из библиотеки Библии, там листы все слившиеся, в принципе, там учитель называет номер страницы, потому что большинство не ориентируется вообще в ветхие, новое, где, что. Открывает номер страницы, засчитывается фрагмент, или всем классом, или там по отдельности, или он засчитывает, все слушают, смотрят. Потом комментарии идут всякие, и все, и снова сдают, и дежурная снова собирает с парт эти Библии. И все, вот, и все чтение Писания, и притом это раз в неделю, два раза в неделю, хотя бывает и чаще, но, по расписанию, но реально большинство выпускников академии не знают Писание, к сожалению. Поэтому, если вы увидите священник, который Библию не знает, вы не удивляйтесь этому. Хотя, есть и примеры другие, есть примеры священников, грамоты в Писаниях, я все-таки встречал и встречаю. И, знаете, вот, допустим, в том же самом Петербурге сейчас есть один из таких грамотных очень священников, отец Ионуарий. Он преподаватель Ветхий, Новый Завет, греческий хорошо знает, иврит, и глубоко копает в Писаниях. И я очень благодарен Богу, хотя я не понимаю, честно говоря, позицию этого человека, потому что, будучи грамотным в Писаниях, он остается в системе, безбожной, по сути, системе, традиционной православии. И мне это очень непонятно, честно говоря. Но, с другой стороны, я Бога благодарю, что он, этот самый Архимандрит Ионуарий, он сделал, я считаю, очень большую работу, хорошую работу для реформации православной церкви. А какую? Благодаря именно его настойчивости, его труду, его знаниям, был издан подстрочник греческого Нового Завета для православных церквей. Большинство священников, так или иначе, православных, этот подстрочник имеют. Он большим тиражом был издан, распространен по всем семинариям, академиям. И даже, не только в семинариях, академиях, даже в церквях в Москве, в Питере, в церквях. Я заходил в храмы, время-то время захожу, смотрю, что нового появляется. В большинстве храмов я видел этот подстрочник под редакцией Архимандрита Ионуария. Очень классная вещь, вам скажу. Значит, знаете ли, открывает очень глубоко Новый Завет, это одно. Но, почему для реформации очень важно такое издание? Потому что, если раньше, допустим, я пытался многим православным, грамотным священникам, допустим, объяснять вот эти вещи, истинные из Евангелия, да? То некоторые священники говорили так, ну, это твое понимание, твое толкование, как бы у нас есть твое толкование. А теперь я говорю, хорошо, у меня свое толкование, но смотрите, вот, ваше издание, одобрено московской патриархией, по благословению патриарха, еще Алексея было издано. Значит, под редакцией Архимандриты Ионуария, одного из лучших преподавателей, считается в России вообще, преподавателей. Пожалуйста, вот ваше издание, я читаю прямо из него, слово в слово, то, что я им говорил раньше. Но раньше они нос воротили, а теперь уже не могут нос воротить. Это их издание. Допустим, в этом издании там написано, касательно Богородицы, да, Марии, отныне ублажат меня все роды, написано в синодальном переводе, да? Там говорится, буквальный, посрочный перевод идет, отныне будут называть меня счастливой все поколения людей. Вот, разница ведь есть, да? Потому что в современном русском языке ублажать, это не то, что в славянском, ублажать, значит, называть счастливой. А в нашем современном звучании ублажать, это чуть ли не поклоняться, чуть ли не превозносить, молиться, да. Ну, вот мы тоже проходили с переводом, и вот нам пастор говорил, то, что хорошо вот такую Библию иметь, такой перевод, где принимают православную, например, Брюссельскую, да? Где, ну, написано, что одобрено, там, синодом, и католики принимают, и крест там православный такой, то есть, ну. Но Брюссельскую Библию многие православные священники не принимают. Считают ее, так вот, переходной к католицизму, и католики, вот в Украине, особенно западной, ее очень хорошо принимают. В России я столкнулся с тем, что ее мало где принимают. Но вот этот подстрочник, Архимандрит Ионуарий, это стало очень мощным оружием для меня. То есть, вот есть еще другие издания, очень классные издания, сейчас в последнее время. Вот, именно как раз Ионуарий, этот священник, он очень много издает очень хороших вещей сейчас. Именно касательно библейского богословия, Библии. И я его рекомендую, хотя, честно говоря, я не понимаю, что он может там делать в этой системе гнилой. Но, с другой стороны, я понимаю так, что Бог использует его таланты, его знания для того, чтобы развеять сейчас мифы. Вот эти религиозные мифы. Дай Боже, чтобы хватило духу у священников дальше пойти. Не просто признать этот факт, что Писание говорит так, а и так и поступить. Как говорил один из столпов православия, еще в конце 4-го столетия, это был Епифаний Кипрский. Он говорил так, что касательно Марии, ее, говорит Мария, должно уважать. Но никто не должен молиться ей. Это один из столпов православия. Сегодня самому этому Епифанию Кипрскому молятся от сглаза, от порчи, и ему иконы есть, значит, там и молятся. А сам Епифаний был против даже молитвы Богородицы, потому что он говорит, ее должно уважать, но никто не должен молиться ей. Слава Богу, слава Иисусу Христу. Но и все-таки вернемся к теме. Я сказал, что тема антисемитизма, очень острая проблема, одна из главных хересей, этого столетия, этих столетий. Почему? Потому что в Писании говорится, помните числа, написано, проклинающий тебя в проклят, благоставляющий, благоставлен. И когда христианская церковь стала проклинать евреев, она стала как бы рубить суп, на котором сама же сидит. Поливать в колоде стала, с которого сама же собирается пить. И это большой грех, считаю. Большой грех, да. А, кстати, к римлянам, там же вообще говорится, что мы насаждены среди них, среди евреев, наше место. Хотя в синодальном переводе говорится, вместо них. Вместо них. Но это, опять-таки, уникальность лишь синодального перевода. Сильно дальнего, как мы говорим, перевода. Не, ну да. Это, кстати, в православном семинаре. Сами же семинаристы, как это порой говорят, говорили, по крайней мере, раньше, сильно дальний перевод. А почему еще сильно дальний называли, просмеяли немного. Не потому, что там ошибки. Ну, там ошибок много, как в любом переводе, наверное. Но там ошибки есть стратегические. То есть, это не бездарность переводчиков. Переводчики работали очень классные. Хорошие переводчики, грамотные переводчики. Коллектив был очень хороший, но и переводили долгое время. Шутка ли там, ну, 50-60-е, я не знаю, сколько лет там трудился. Ну, трудились разные группы лиц над этим переводом. То есть, это был коллективный перевод. Но знаете ли, в чем грех-то? Что, почему сильно дальним его, так студенты сами же дразнят, семинаристы. Что там ошибки многие, они сознательно, умышленно являются порчей текста. Сознательно, умышленно. Допустим, в Ветхом Завете синодальные переводчики, они умышленно неправильно стали переводить многие тексты, чтобы не испугать православного читателя. Возможного православного обывателя. Допустим, в Ветхом Завете история Ильи, пророка, когда ему противостояли жрецы Дубравны написано. И там есть порядка 15 текстов о жрецах Дубравнах. На самом деле, в оригинале нет слова Дубравы, даже близко. Ни рощи, ни Дубравы, даже навека нет. Там стоит слово Ашера или Аштаров. Есть разные варианты еврейского слова этого, но все это означает, проще говоря, Астарта и вообще-то Богородица. По контексту, это жрецы Богородицы, жрецы Царицы Невестной, которые противостояли как раз именно пророку Ильи. Но чтобы не испугать, буквально Матерь Бога, но чтобы не испугать именно русскоязычных читателей, переводчики допустили такое умышленное искажение текста. Я что-то не помню. Я думал, что эти жрецы, они каким-нибудь Ваалам, Астаратам поклонились. Кому же они поклонились? Если в Заветах еще не было, Иисуса не было, а какая Богородица? Я завтра расскажу это. Но я поясню, что культ Богородицы это гораздо древний культ вообще. Еще задолго до нашей эры. Еще, я не помню, по-моему, здесь в Нижнем я уже видел магазин такой, называется Семирамида. Там приезжал как-то, вывеска такая висела. Мы почитали про нее. Вот, значит, Семирамида, да, значит, это Богородица номер один вообще в истории человечества. Значит, с сыном Фомузы на руках. И, ну, это древняя, очень давняя история. Я расскажу завтра, как культ Богородицы появлялся. На самом-то деле, люди, молящиеся Богородицы, да, они никакого общения молитвенного не имеют с Матерью Иисуса. То есть, это совершенно разные вещи. Значит, они имеют отношение с теми же самыми детствами, с которыми имели жрецы Семирамиды, Изиды и других Богородиц тех времен задолго до Иисуса Христа. Если бы во времена Иисуса, как вот в мультике, летающий дом, мы их сейчас перенесли бы классом, да, и сделали бы опросы в те времена. И каждый попал бы в какой-то город Римской империи, допустим, да, когда Рождество Иисуса еще состоялось, только состоялось. Допустим, вот, там, 2014-15 лет назад попали бы мы. И вот каждый какой-то город, кто-то в Рим, кто-то в Антиохию, кто-то еще, кто-то попал бы в Иерусалим. И каждый бы сделал бы опрос такой, зная языки, их не, допустим, слова спрашивать. Слушайте, друзья, на улице, на площади где-то, допустим, у ворот где-то, где народ толпится все время, кто такая Богородица, кто такая Царица Небесная, кто такая Матерь Божья, кто такая Приснодевственная Матерь Божья. Там, что еще? Ну да, вот, Владычица Неба и Земли, там, прочее. Вот, что бы мы слышали? Мы бы слышали десятки разных вариантов вообще. И если бы мы разговаривали там с египтянином, он сказал бы, ой, это, конечно же, Изида, 100%. Если бы там с отрусками встретились бы, да, может быть, где-то, предками римлян, они сказали бы, ой, это Вирга Патитура, вот, там, Скандинавы называли Дизы, это Диза. Если бы с китайцами встретились бы, а в Риме они тоже бывали, они сказали бы, ой, это Шингму, это Святая Матерь, Матерь Богов, значит, там, там, та самая Диана, там, там, много было. Это Астарта, да, ну, Ашера, Астаров, Кибела, Матерь Земли, да, значит, Матерь Богов. В Эфесе Артемида была проставлена. Кстати, ее храм Артемида Эфесская считался одним из семи чудес света вообще. 120 мраморных колонн огромнейших, слоновый кость, золото, серебро, жрецы одевались в пышные одежды. Вообще, этот храм считался, на самом деле, люди приходили отовсюду туда, а они говорили, это не могли люди построить, это могли только лишь боги построить, такой величественный храм. Поэтому, одно из семи чудес света. И он был посвящен Богородице, это храм. Как просто перевороты вообще. О, да. А что могут сделать бедные евреи туда? Он пришел туда, значит, что мог противопоставить этому всему нечестию? Еще один храм построить? Нет. Но он мог говорить об Иисусе Христе. Он мог являть Христа людям, указывать на Иисуса, и это перевернуло весь тогдашний храм. Вот так вот. Слава Богу! Слава Богу! Аллилуйя! И еще запишем, давайте, друзья. Четвертый. Четвертый уже пункт будет у нас, да, по счету. А, слушайте. Цезарь и попизм. Был. Да, был, но мы запишем его в списке лжеучений. В списке лжеучений. Цезарь и попизм. Почему? Потому что здесь, именно как доктрина такая, что церковь должна подчиняться государству. Но это ложная доктрина, совершенно ложная доктрина. Это что? Цезарь и попизм. Это ложная доктрина. Ересь. Ересь. Четвертый. Пятый. Оккультизм. Религиозный оккультизм. И пока хватит, наверное. Вот, религиозный оккультизм, в чем он выражается, кстати, тоже запишем. В чем выражается религиозный оккультизм в христианстве историческом? Это в основном, процентов 90, наверное, всех оккультных проблем в христианстве, это все, что связано с культом мертвых. Это молитвы за упокой. Те же самые. Вера. Неправильная вера в то, что якобы мы живые можем повлиять на посмертную судьбу умершего человека. Своими молитвами, добрыми делами, чем-то еще просьбами к Богу, жертвами, церемониями определенными. И сюда же отнести надо касательно культа мертвых и вера в чудотворность мощей. Потому что это не просто идолопоклонство, это уже конкретно общение с бесами. Это уже конкретно именно оккультная проблема. Оккультная проблема. И использование мощей, останков человеческих в богослужебной практике. Вот именно мощи. Такая мощная церковь на мощах. Но это на самом деле оккультная проблема. Очень серьезные оккультные проблемы. А можно какое-нибудь местописание отдать? О культе мертвых? Чтобы, ну, мало ли, если что-то будет. Да и Саул пошел призывать Саулу. Кстати, вот хороший пример, да. Саул пошел к кориндорской волшебнице, в первое царство. Но мне очень нравится из послания в Коринф. Напомните только местописание, я сейчас не помню. Когда он говорит, что я не хочу, чтобы у него вообще не с бесами. Из первой коринф. Да. А вот, слушайте, вот я сейчас прочту вам, значит, из книги Розанова. Василий Розанов, ну, еще сто лет назад, значит, писал, в своей книге, в темных религиозных лучах называется, книга его. И он писал следующее. О чем вовсе ничего не говорится в десяти заповедях, или говорится в другом смысле, или даже и вовсе отвергается, как, например, отвергается и запрещается почитание каких бы то ни было изображений, копий, вещественных воспроизведений кумиров. К разряду, каковых, конечно, относятся чествуемые святые иконы православия. Равно святыни православия, среди которых на первой месте стоят все, конечно, мощи. Относятся к тем же кумирам. И эта форма их тщательным образом предупреждена в Библии. Как страшное богохульство через сокрытие Богом смерти и смертного тела Моисея, из которого евреи по весьма понятным основаниям могли бы вздумать сделать для себя мощи. Помните, да, эту историю, да? Что тела Моисея так не нашли. Словом православия, православные поклонились как раз тому, чему поклонение особенно противно Богу и запрещено его словом. Деревянным раскрашенным вещам и мертвым останкам. Самое прикосновение к трупу отцу отцов нечистоты, по глубокому разъяснению Талмуда, было таким нехорошим, грешным, противно святым и противно чистым делом, хотя бы оно совершалось в делах благочестивого погребания, что это раз и навсегда было, безусловно, запрещено всем священникам, а частный человек, прикоснувшись к мертвому телу, ну, в Ветхом Завете есть описание этого всего, не мог весь день тот войти к себе в дом, приближаться к своей чистой и святой семье, напротив, православные именно на отце отцов нечистоты и воздвигают свои храмы, совершают свои молитвы, не веря ни одному слову Библии, насмехаясь над каждым ее словом. Очень написано не в бровь, а в глаз. Знаете ли, вот Розанов такие вещи написал, просто будучи сам воспитывал в православной традиции и изучая через Слово Божье, вот именно традицию своей церкви, он просто осознал, что это реально мерзость, это грех. И до сих пор это продолжается, слушайте, вот все храмы по всей Руси, матушке, да, тысячи храмов, вот в наши годы последние, да, были реставрированы, были заново отстроены, тысячи храмов по всей Руси и процесс продолжается, да, то есть много строится, но все храмы построены как раз вот именно на мощах, а это конкретное оккультное посвящение. Чего греха таить? Это конкретный оккультизм, который именно внедряется в массы, как бы. Многие люди, не понимая опасности этого всего, говорят, вот я не понимаю, но меня как бы тянет туда, вот я не знаю в чем дело, но вот приду, и вроде бы, как говорится, справил свои религиозные нужды. Вроде хор здесь, ну, хотя хоры бывают, голоса бывают и на эстраде хорошие, как бы, и человек по телевизору может послушать хор хороший, и в записи сейчас нет проблем этим, да, с носителями, но почему-то, ну да, там запах хороший, но он может и дома свечу зажечь хорошую ароматическую, да, в Икеа купить, это значит, там, хороший аромат, подобрать, нет, дело не в том. Старинная обстановка, ну, это тоже много значит, да, но есть касательно вот именно зрительных образов и других местах, очень красивые есть вещи. Но почему многие так тянут туда, в храм? Явно не за тем, чтобы спастись, потому что писание там не провозглашается, а если провозглашается только лишь на старославянском, в мертвом языке, о котором еще Соломон, извиняюсь, Ломоносов, наш русский Соломон, Ломоносов писал, что мы его не понимаем, этот старославянский язык, то есть еще в 18-м столетии уже Ломоносов писал, что мы не понимаем старославянский язык. Представьте, а сейчас 21-го столетия, вот на днях, вот скоро будет, в ноябре, как раз, исполняется 300 лет со дня рождения Ломоносова. И Ломоносов не только предлагал, кстати, не только он восставал против этого безумия прятать за непонятным языком писания, он сам же переводил кое-что на русский язык, тогдашний современный ему русский язык, и пытался это внедрять. Но даже дело не в языке, самая главная проблема, что оккультное посвящение, оно реально существует, и выпутаться людям очень сложно. Порой даже объясняешь некоторым гражданам, они понимают, но ничего не могут сделать. Говорят, но все равно я остаюсь при этом, мне там хорошо. Хотя, да, можно кое-что объяснить именно красивым хором, допустим, старой архитектуры красивой, может быть, там запах ладана привлекает, может быть, у кого-то есть такая вот терапия. Я не знаю, но чаще всего это конкретные бесы оккультные посвящения. И за этой красивой мишурой всей их красивой формой служения, а на самом деле православная форма служения одна из самых красивых в христианстве считается, на самом деле. Очень много торжественных красивых церемоний, и мне очень нравятся литургии православные. И если ее чистить от всяких оккультных этих наслоений, она очень прекрасна для литургии, на самом деле. Вот мы проводим литургии в Киеве, когда собираемся, наши священники собираются, Проводим литургии вместе. И это очень красивые служения, но мы не молимся никому, кроме Бога, только лишь Богу молимся, и не целуем изображения. Если иконы есть в наших собраниях служениях, то они как иллюстрации, но не для поклонения. Оформление служения, но не для поклонения ни в коем разе. Это противно писанию вообще. Сама идея. И без мощи, конечно же. Без всяких этих мощей, абсолютно. И мне сама эта идея очень понравилась. Освобождение церкви от мощей у католиков. У них была такая же проблема, как и у нас до самого Второго Ватиканского собора. После Второй мировой войны был Второй Ватиканский собор в католической церкви. Когда они приняли решение отказаться от этих массовых распространений мощей. И я служил в католических костелах. Я был как гость в польских костелах. В Америке был в костелах католических. Проповедовал то, что там хоризматические католики есть. Пожалуйста, открытый престол. Там нет мощей никаких. И мы молились. И все было как евангельская церковь такая. Слава Богу. Я думаю, что пришло время и в православие навести порядок. И были периоды реформации. Я завтра расскажу тоже об этом. Как все происходило в христианской церкви. Я расскажу завтра, как постепенно проходил процесс смешания. Как постепенно приходило много Божия. Мы вскроем пару таких трупов религиозных. Не потому, что нам нравится вскрывать эти мертвые трупы. Здесь полно этих наглядных посудей. Да, кстати, интересно бы так снять фильм. Вообще, допустим, медики. Будущие медики. Они идут в эти морги. Они вскрывают эти трупы. Не ради острых ощущений. А им показывают, как болезнь развивается. К чему это все приводит. Они изучают трупы. Грязь это всюду. Запахи все. Разложения. Там многим дурно становится. Но ради чего? Чтобы быть им хорошими медиками. Чтобы носить грамотный человек. Он на трупах уже все проверил. Посмотрел. И он знает, как в живом человеке развивается болезнь, которая убивает его. Чтобы предотвратить ее. Вот так же мы должны духовно вскрыть некоторые эти трупы. Такие духовные. То есть, лжеучения некоторые вскрыть. Некоторых тем касаться даже грязно, скажу так. Некоторых тем касаюсь я, религиозных, из истории церкви. Ощущение, как будто ты измирался сам. Но это неприятно. Но это нужно. Зачем? Скальпелем Слова Божьего. Сделать надрез. Посмотреть все это. Вытащить эту гниль. Некоторые священники мне говорят. Зачем ты выносишь ссор из избы. Эту грязь все. Грязное белье. Это нужно. Я не хочу, чтобы мой дом. Дом моей деноминации, моей церкви становился помойкой. Просто-напросто мусоркой. Если мусор не выносите из дома. День, два, месяц, три. То уже непонятно. Грязь без террации. Между мусоркой и квартирой. И на самом деле нужно выносить. И вообще покаяние церкви, на мой взгляд, это и есть признак здоровой церкви. Как и христианин. Если христианин, он готов признавать свои ошибки, готов работать над ошибками, мы говорим, это взрослый христианин. А если он, как страус, в песок прячется, если он не готов признавать свои ошибки, у него все виноваты другие, а не он сам, и он не готов работать над ошибками, даже если ему все это рассказали уже, разъяснили все, это значит признак незрелости еще христианина. Мы должны признавать свои ошибки и работать над ними. Не забывать об очищении прежних грехов своих. И это нормально. Это рабочая обстановка христианина. Но, знаете ли, проблема в чем? Что многие наши священники, православные священники, они так рассуждают, что церковь не имеет нужды в реформации, не имеет нужды в обновлении. Что церковь, она уже как бы сформировалась и не надо ничего трогать. Не ткни, вонять не будет вообще. Больем поросло и не надо это трогать вообще. Некоторые священники даже говорят так, что ну ладно, это было тогда, в те времена там, ладно, они там что-то может не то придумали, но не мы это придумали, не нам это отменять. А вот я Веденского цитировал уже сегодня. Я процитирую еще одно его выражение. Он сказал так, Александр Веденский, что вся беда у нас в том, это он говорил в 23 году еще в храме Христа Спасителя в Москве, Вся беда у нас в том, что большинство наших священников живет по принципу, до нас положено и лежено во веки веков. Да, вот так. Ну это то есть в таком принципе так же можно в Писании увидеть, только фарисеи были, да? К сожалению, да. Само собой напрашивается сравнение такое с фарисеями, но тогдашние фарисеи, тогдашние священники, мы можем говорить, да, это было тоже мафия религиозная, да, это тоже нечестие было, да, они много беды сделали. Удобно им было. Это действительно, что нельзя даже в храмовую жертву принести, потому что это как бы цена крови. Они это понимали, духовные законы какие-то разбирались в них. Вот, и когда Иисус говорил, кто без греха первый бросил камень, тогдашние были более разумительные и более умные люди, они как бы не стали бросать камни. А сегодняшние бы бросали камни, и даже Фомерине спросили бы, значит, как бы. То есть, как бы, все-таки времена меняются, и люди тоже меняются порой, да, не в лучшую сторону, к сожалению, без Бога да меняемся только в худшую сторону, но с Богом, слава Богу, меняемся в лучшую сторону. И, друзья, мы завтра коснемся грязных тем многих, но пусть Бог на молитве сегодня вечером, завтра с утра, знаете, просто призывайте кровь Иисуса, призывайте имя Господне. И, знаете ли, давайте не будем судить тех, кто попали в сети каких-то этих грехов, там, у нас у всех полно своих всяких грехов, проблем, вот, но выход там нужно искать, а выход есть один, это сам Иисус Христос. Слава Иисусу, давайте помолимся, друзья. Завершим молитвы. Отец наш, Бог и Царь, благословен Ты, Царь Вселенный, благословен Господь, наш Бог, слава Тебе, слава и слава, благодарим Тебя за любовь Твою. Завершим молитву, за мило, за спасение, за даро вечной жизни во Христе Иисусе Господне, нашим Ш ýфер, за б wear,EST и БОЛО %. С Итак, Господь, мы касались сегодня и будем касаться до этого встречи, многих грязных тем. Но и с целью судить, и с целью благое Господь, самим у нас на грех, и тем, кто заблудился, протянуть руку помощи Господь, и помочь им выйти Господь от этих проблем. Во имя Иисуса, Господь Святой, избавь нас от слова, только прилицизм на Господь, и дай нам, Боже, дух смирения, Господь, страхов Его, во имя Иисуса, Божий всемогущий, благослови нас, распусти с миром, пусть вы шалом, будет в наших сердцах, во имя Иисуса, и позволь завтра, и в будущие дни продолжить эту тему, и Тебе вся слава и хвала. И еще прошу тебя, Господь, пожалуйста, пусть каждый из нас увидит свое место в истории Твоей Церкви, Господь, и пишет строки, которые будут прекрасны, читать вечность, Господь, спасибо Тебе за все, во имя Иисуса Христа. Аминь.